Буквы А, сведи глаголь добро, придуманные когда-то братьями Кириллом и Мефодием, в повседневной жизни уже не используются. Этот алфавит считается мертвым, но есть серьезные исключения. Это праздник, который для всего народа нашего, который знает славянский язык. Это для всех, не только. А вот для церковного народа, для православного, конечно, это очень большой праздник, потому что все богослужение в церкви ведется на церковно-славянском языке по сей день. Русский алфавит, как и алфавит сербский, болгарский, белорусский, украинский родились из азбуки, созданные Кириллом. Поэтому говорят, пишут и читают сегодня именно на кириллице. То, о чем рассказывали на этом необычном уроке для многих юных ленинск-кузнечан стало открытием. Хотя, именно со славянской письменности начинается наша культура и язык. И хорошо, что сегодня есть люди, которые не только почитают праздник славянской письменности и культуры, берегут народные языковые традиции, но и передают их молодым. Валентина Тяпкина – одна из них. Это история славянских наших. Церковно-славянский язык, если бы не было его, не знаю, как бы мы вообще просветились. Я когда шла сюда, я боялась. Думаю, дети, они же совершенно не соприкасались ни с церковью, ни с этим языком. И я думала, что, может быть, даже и не получится ничего. Но, знаете, когда я стала общаться с ребятишками, они с таким удовольствием слушали и участвовали в этом уроке. Вот, вы знаете, прямо даже с упоением. Мне понравилось. За два часа старославянского языка ребята узнали о том, когда были созданы крупные произведения древнерусской литературы, величайшие памятники, слово о полку Игореве, повесть временных лет. Урок настолько вдохновил ребятишек, что они с удовольствием взяли в подарок славянскую азбуку, чтобы продолжить ее изучение и поделиться новыми знаниями с семьей и друзьями.